Конечно, это прежде всего бизнес. Это продажа приставочек, которые с помощью простых датчиков и сенсоров дают сигнал обратной связи, что быстрый сон наступил. И вы привыкаете на этот сигнал обратной связи как-то реагировать. У вас вырабатывается рефлекс. У человека рефлекс вырабатывается с одному предъявлением. Ему не надо делать 10, 20, 100 или 200, как на животных. Вы с одного раза посмотрели, этот человек вам не понравился или он вам не интересен. И дальше всё, у вас уже мнение сформировалось. Так и здесь. Быстро вырабатывается условный рефлекс. Коробочка продаётся, вы за неё платите 100 баксов или сколько-то. Есть нехитрая инструкция, которая говорит, как подготовиться к восприятию. И есть установки. Вы хотите летать, значит, вы должны настроить себя на то-то, то-то, то-то. Когда вы сигнал ощутите, вы тогда вот запустите эти желания, вы будете летать во сне. Вы хотите сражаться? Пожалуйста. Есть такие там. Ну и другие модификации. Есть приборчики более сложными. Не с одной, а с двумя обратными связями, с тремя обратными связями. Большая часть медиков и неврологов относятся к этому скептически и отрицательно. Почему? Мы с вами уже выяснили и говорили о том, что сон очень нужен для адекватного бодрствования. И если со сном что-то происходит не так или нарушается, значит, естественно, и бодрствование будет не то. И есть вероятность, что и последующий сон будет тоже искажён. Поэтому медики полагают, что вот эти игры со сном, осознанные сновидения, любые вмешательства, они не ведут к тому, чтобы сон стал глубже, чтобы он стал качественней. И раз так, по их мнению, они могут способствовать невротизации. То есть вы будете становиться всё больше и больше невротиком, тревожность ваша будет манифестироваться. И, может, этот мир, вы и будете в нём путешествовать и находить что-то новое. Но от того мира, в котором мы все находитесь, вы можете отдаляться. И рано или поздно произойдёт конфликт. А чем он закончится? Вот мнение медиков. Есть те, которые, особенно те, кто задействованы в этом бизнесе, они говорят, нет, ничего, всё хорошо, у нас очень много людей, мы эти приставки распространяем. Единственная в России лаборатория, которая сейчас занимается изучением осознанных сновидений, это лаборатория профессора Дорохова. Владимира Борисовича. Это институт высшей нервной деятельности в Москве. Вот они пытаются, значит, каким-то образом в этом разобраться. Но эти исследования не так давно начаты, поэтому ещё каких-то таких значимых результатов мы не знаем. Ну, посмотрим, может, им и удастся что-то такое вскрыть. Поэтому, на мой взгляд, палка о двух концах. И, так сказать, те, кто склонны заиграться здесь, они могут и пострадать.